Очередной прием депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова начался со слов благодарности. Еще год назад Любовь Михайловна Алиференко жила в квартире, имеющей статус общежития, а теперь уже стала ее законной владелицей. Если честно, я очень даже волновалась и не ожидала. Но вы не просто волшебник, вы хозяин своего твердого слова. И дай Бог вам здоровья и успехов. Вячеслав Фетисов помог медику, отработавшему 19 лет в системе здравоохранения муниципалитета, перевести квартиру в коммерческий найм для последующего выкупа по льготной цене. Конечно, это радостно сама по себе. С другой стороны, понимаем, что это можно все избежать, если все принятия решений, которые касаются людей, будут отлажены с точки зрения опыта. Ведновчанину Борису Зубову понадобилась помощь из-за банальной опечатки в документах на квартиру. Его пожилая мать Любовь Николаевна после смерти мужа не смогла оформить наследство из-за ошибки в инициалах в архивной выписке. Получили из администрации письмо, что они не могут это сделать, устранить техническую ошибку и направляют в наш Ведновский городской суд, что якобы у них нет полномочий. Матушке 88 лет, она больная. Как сейчас ей ходить по судам? Глава муниципалитета Алексей Спаский, традиционно присутствовавший на приеме депутата, отметил, что такие ошибки, увы, не редкость. И исправлять опечатку действительно необходимо через суд. И, учитывая обстоятельства, пообещал помочь. Мы за вас подготовим это заисковое заявление и за вас его подадим. Вы просто поприсутствуете в пределах этого судебного заседания. Они в одно решение выносят это все дело. Никаких проблем. Я не буду говорить, что две недели пока назначат. В течение месяца, я думаю, все вопросы должны будут решены. А вот проблему с застройщиком РДА в микрорайоне архитектурный пригород Южная долина не удается решить уже несколько лет, несмотря на совместные усилия жителей и администрации муниципалитета. Застройщик не только задерживает сдачу домов, но и не выполняет своих обязательств по инфраструктуре. Это несколько школ, несколько садов, соответственно, вопросы благоустройства. Мы вот именно с этой инициативной группой, которая из бывшего горкинского поселения, находимся в плотном контакте. Где-то раз в два месяца они собираются у меня в кабинете с представителями застройщика под протоколом. Берет обязательства и какие-то там маленькие, большие, можно обсуждать до вопроса, но они за 20-й год решались. Мы сейчас создали ТСН и с застройщиком ведем переговоры по передаче земель общего пользования в аренду в ТСН. Земли сейчас арестованы. Переговоры по аренде, они в тупик у нас заходят. Это главная тема людей. Отдав материнский капитал, продав свои квартиры, дома, жилье, люди планируют и семью, и все, и вдруг оказываются на улице по большому счету и не могут добиться своих прав. Пишем запросы в прокуратуру, в правительство, в регион, в губернатору. Вячеслав Александрович пообещал взять вопрос под личный контроль и обратиться в генеральную прокуратуру. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Бинеттв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин